Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Поговорим об искусстве». В студии с вами ваша ведущая Натали Колтон. Еженедельно в субботу с 12 до часу дня мы приглашаем вас присоединиться к разговору о живописи, театре, музыке, литературе и кино, а также встретиться с интересными творческими людьми нашей общины и других городов и стран. Слушайте нас еженедельно в субботу с 12 до часу дня. Ну что ж, начнем? Сегодня вас ждут увлекательные встречи и интересная информация. Дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в студии артисты балета и успешные антрепренеры Александра Колтон и Алекс Лапшин. Александра и Алекс – артисты балета с многолетней успешной карьерой в балете, которые работали и выступали на лучших сценах мира. Александра закончила одну из лучших балетных школ в мире – Вагановское училище. По окончании в Вагановке танцевала на сцене Майоринского театра и позже на протяжении 10 лет являлась принципал-балериной Бостон Балет Кампани, а также танцевала на сценах лучших театров Европы и Америки. Алекс закончил балетную школу Большого театра, где также выступал после окончания школы. Вместе с Александрой был принципал-балет-дэнсер в Бостон Балет Кампани. Он много работал в Европе с такими мировыми именами, как Рудольф Нуриев. Сегодня Алекс и Александр владеют своей собственной балетной компанией Colton Ballet Boston, где они ведут подготовку профессиональных артистов балета, воспитывают молодое поколение танцоров и готовят их к поступлению в лучшие балетные школы и компании мира, а также ведут классы для детей раннего возраста. Colton Ballet Boston фокусируется на классическом балете, но предлагает классы по различным видам танца – модерн, лирикал, джаз, мюзикл-театр, хип-хап и многое другое. Широкий диапазон танцевальных стилей позволяет молодым танцорам гармонично развивать свои таланты в современных техниках. Сегодня мы хотим поговорить с Александром и Алексом о их опыте работы с детьми всех возрастов и поделиться с нами их мнением о развитии детей в танце и движении. Здравствуйте! Здравствуй, Наташа и чикагские радиослушатели! Александра, хотела бы обратиться к тебе как к эксперту по балетному образованию. Ваша школа работает на нескольких уровнях подготовки и преподавания балета, но в индустрии танцевальных и балетных школ существуют разные направления и цели. Что должно учитываться в выборе школ для детей и как школы отбирают студентов в различные уровни занятий? Отвечая на твой вопрос, во-первых, родители и дети в первую очередь должны определить, что они преследуют, когда решают заниматься любыми видами танцев. Хотят ли они просто дать детям возможность красиво двигаться или выработать хорошую осанку, грандиозную походку, дальше хорошо научиться танцевать или просто приобщить их к танцам для общего развития. Это совершенно прекрасная цель. Наукой доказано, что танец имеет огромную силу для развития детей, развивает их и физически, и умственно. Мозг ребенка просто, мне кажется, что он просто взрывается во время танца, так как они должны и слышать, и запоминать музыку, и понимать ритм, двигаться, запоминать движение, понимать динамику и партнеров, и группы, в которой они танцуют. И самое важное, выражать свои эмоции. Танец – это одна из сложных задач для мозга и моторики. В этом случае я рекомендую, скорее всего, подбирать школу, где вашему ребенку больше всего подходит атмосфера, где есть друзья. И главное, наверное, ребенку подходит педагог, он чувствует себя комфортабельно в этой атмосфере, где происходят определенные методы обучения. Найти правильную школу совершенно нелегко, и отнестись к этому нужно довольно серьезно, иначе у вашего ребенка навсегда может пропасть желание танцевать. Вместе с тем, если вы считаете, что ваш ребенок показывает большой интерес к более профессиональным занятиям, к каждодневным занятиям танцами, безусловно, нужно обращаться в школы более профессионального направления. Зачастую родители и дети думают, что попасть в профессиональную школу невозможно без подготовки, но это не совсем так. Если у ребенка есть физические данные, прекрасная музыкальность и, в принципе, настоящее серьезное желание к этому, то шансы попасть сразу в профессиональную школу довольно высоки. Наша школа Colton Ballet Boston для отбора профессиональной класса балета придерживается именно такому подходу, и мы выбираем детей на уровне по их природным, изначально природным физическим данным, а потом уже смотрим на предыдущую подготовку и так далее. Для классов непрофессионального уровня критерии менее строгие, но мы все-таки верим в возможность развития способностей у всех детей, если есть желание и готовность к серьезной работе довольно близка. Немаловажный психологический настрой, серьезные занятия балетом, естественно, предполагают огромную дисциплину и обязательства. Родители и дети в первую очередь должны понимать количество времени и труда, который вкладывается в получение тех или иных результатов. Также, я считаю, родители и дети должны быть готовы к тому, что их оценка способности ребенка не может совпадать с оценкой школы. Это совершенно две разные критерии. Если не быть готовым к такому варианту, отказ может быть очень драматичным для детей и родителей. Но нужно всегда реалистично, мне кажется, подходить к процессу отбора и быть готовым к любому результату. Также нужно иметь, как называемый, план B. Не нужно отказываться от желания танцевать. Всегда найдутся варианты и уровни классов, и школ, где критерии всем подходят. Наша школа, Колтон Балл и Болстон, предлагает классы на всех уровнях подготовки. И это, конечно, очень важно. Но, в принципе, мне кажется, самое главное, если есть желание танцевать, я всегда говорю, танцуйте. Занятия танцами невероятно важны для гармоничного развития детей, помогают в учебе, в дисциплине, дают уверенность в себе и в своих возможностях. И, естественно, помогают в социальной жизни, в умении себя преподнести и знать, и чувствовать, как общаться со своими друзьями, родителями и так далее. Алекс, вопрос к тебе. Балет не очень популярен среди мальчиков, и часто родители сами не видят в этом больших преимуществ, как, например, в спорте. Что, по твоему мнению, приносит занятия танцами и балетом для мальчиков и девочек в любом возрасте? Да, конечно, я должен согласиться, что балет не является настолько популярным, как любой вид спорта в этой стране. И определенная стигма существует в отношении к этому виду искусства. Но должен отметить, что в последнее время, наверное, последние 10 лет, произошло и происходит изменение в общей массе людей, их отношение к танцу, благодаря таким телевизионным шоу, как You Think You Can Dance, Dancing with the Stars или America Got Talent, что, безусловно, влияет на общую картину. Конечно, балет, прежде всего, это вид искусства, но при всем при этом он требует огромных физических затрат. И поэтому, наверное, любой человек, молодой человек, который занимается балетом, прежде всего чувствует себя атлетом. Также я хотел бы подчеркнуть еще один немаловажный аспект, особенно для родителей. Если вы знаете, что за последнее время практически каждый колледж и университет этой страны имеет танцевальный департамент, и далеко не каждый студент, который приходит в нашу школу, по ее окончании становится профессиональным танцовщиком. Многие дети продолжают свое образование, и тот аспект, то, что они имеют шикарную танцевальную базу в нашей школе, дает им возможность попадания в колледжи и университеты, если они выбирают дабл мейджор. И не только сам факт попадания в это учебное заведение, но и получение определенных скалошипс помогает родителям при оплате этого высшего образования. И я думаю, что это всегда большая польза и помощь для семьи. Здесь я могу провести прямую параллель между детьми, которые занимаются спортом, и детьми, которые занимаются танцем. Обе эти категории имеют больше возможности попасть в высшие, более престижные учебные заведения, благодаря тому, что они инвестируют свое время в спорт или в балет. И, конечно, те деньги, которые родители потратили на это в свое время, они напрямую повлияют на будущее их детей. Александра, недавно ты давала интервью Бостонскому телевидению на очень интересную тему – бейсбол и балет. Расскажи, пожалуйста, как была проведена эта необычная параллель? Да, это была очень интересная параллель между бейсболом и балетом. Была проведена после игры Red Sox, где один из спортсменов в прыжке за мячом застыл в определенной позе, которая всем напомнила балетный прыжок Grand Jete. Мяч был поймен, этот прыжок произвел определенный фурор у публики и у зрителей. На это обратили внимание и в New York Times, и в Boston Globe, и многие другие газеты. Все немедленно провели параллель, очень интересная была параллель между спортом и балетом. Высота прыжка, пусть не идеальный для балета, но все-таки шпагат в воздухе, соединенный с координацией рук, и стремительное движение вперед напомнили зрителям о Grand Jete в балете. И наша телевизионная компания CBS News к нам обратились как к специалистам по балету. И, наверное, это была правильная параллель. Многие не расценивают балет как атлетическое занятие, но в действительности в балете присутствует невероятно много атлетизма, сила, растяжка, выносливость, координация, скорость, баланс. Все эти качества должны быть и в балете, и в спорте, безусловно. И неспроста, наверное, многие профессиональные спортсмены берут классы балет для того, чтобы улучшить свои спортивные результаты. И, наверное, этот знаменитый прыжок Grand Jete еще раз показал, что для достижения спортивных целей необходимо заниматься не только спортивной, но и танцевальной, так сказать, балетной подготовкой. Мы, безусловно, были очень рады поделиться нашим опытом и мыслями по этому поводу CBS News. Да, к сожалению, всем хорошо известно, что проблема ADD существует и растет, к сожалению, с каждым годом. Мы работаем с детьми уже много лет и, конечно же, сталкиваемся с этим часто. Безусловно, медицина предлагает медикаментозную помощь и тритменты, но если посмотреть на эту проблему с точки зрения симптомов, так как трудности, концентрация внимания, гиперактивность детей и плохо управляемая импульсивность, трудности с восприятием информации в балете, именно эти свойства необходимы, и мы предлагаем большие условия в развитии этих качеств во время наших классов. Должна поделиться с радиослушателями, что мы наблюдаем очень хорошие результаты у детей, диагностированных с ADD, с улучшением концентрации, способности двигаться сфокусированно и возможности воспринимать музыку в инструкции каждодневного класса. Должна сказать, что этот процесс не быстрый, не легкий, но постоянство занятий и упорство со стороны детей и, безусловно, родителей приносят хорошие, позитивные результаты. Это не заменяет медикаменты, но очень помогает стабилизации и уравновешиванию состояния детей с ADD. И мы даже видели с нашим опытом, что после 6-7 лет занятий в балете эта болезнь практически исчезает. Алекс, в вашей школе проходят классы балета для взрослых. Понятно, что взрослые не преследуют цель карьеры в танцах. Из твоего опыта, что ты считаешь основной пользой от занятий балетом или танцами для взрослых? Что касается балетного класса для взрослых, я считаю, что это прекрасно, что люди имеют такую заинтересованность и возможность приходить и танцевать в нерабочее время. Это потрясающий комплекс упражнений, который практически задействует все группы мышц вашего тела. Включая растяжки, на центре мы делаем различные вращательные упражнения для вашего вестибулярного аппарата. И в конце класса мы делаем прыжки, что является прекрасным кардио-воркаут. Но также это все-таки живая музыка, и это не просто посещение джима. Это все-таки вид искусства, и вы танцуете при этом, и получаете эстетическое удовольствие. Поэтому я считаю, что люди, которые приходят на балетный класс, они в комплексе занимаются своим телом и своим душевным состоянием, и стимулируют и тот, и другой аспект своей жизни. Александра, Golden Valley Boston уже много лет проводит летние программы для детей из всех городов и стран. Расскажи немного о вашей летней программе. Хотела поделиться о нашей летней Golden Valley Boston интернациональной программой. На мой взгляд, эта программа уникальная. Уникальная тем, что ученики со всего мира, и со всего мира из нашей страны, из Америки, могут попробовать профессиональную подготовку, летнюю подготовку классического танца, джазовых элементов, хип-хапа, па-де-де, классических вариаций в оригинальном стиле. И это довольно уникально для каждого ребенка, который хочет попробовать. Мы предлагаем одну неделю, две недели, до семи недель полностью можно взять лето и попробовать разных педагогов. Мы приглашаем гостевых педагогов, мы предлагаем интернат. Так что мы с удовольствием ждем летней программы и делимся своим опытом. Мы очень будем рады, если ваши радиослушатели передадут информацию о нашей летней программе и пригласят на наши одишины своих детишек или родственников, или друзей. Ждем вас, и, как мы всегда говорим, keep on dancing. Спасибо, Александре и Алекс, за содержательный рассказ. И, дорогие радиослушатели, если вас заинтересовала летняя программа Colton Ballet Boston, вы можете получить дополнительную информацию о программе по телефону 617-901-37-92 и еще раз 617-901-37-92 или подсоединяйтесь к странице Facebook Colton Ballet Boston, где вы сможете следовать всем мероприятиям компании и следить за их объявлениями. Спасибо! В эфире передача «Поговорим об искусстве». С вами в студии Наталей Колтон. Еженедельно в субботу с 12 до часу дня присоединяйтесь к нашему разговору о живописи, театре, музыке, литературе и кино, а также к встрече с интересными творческими людьми нашей общины и других городов и стран. Слушайте нас еженедельно в субботу с 12 до часу дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok